Стояли на позиции, был обстрел Града или смерча, там уже трудно было разобраться. Ну он был в родном месте с нами, там и ребят ранило, и его ранило. Тяжелое ранение. Переправили, сейчас в Виннице находится. В Углегорске стояли крайние точки, возле, между нами, разница была невелика с сепаратистами, километров два или три. Углегорске, Янаки, Орак. Вони приезжали, нас обстреливали, тікали сразу. Ну, майор, якраз до конца, у нас бригада 30-та, я не знаю, як название її. Вони до нас проривались двоих суток, сутки, а потом на другие сутки. Ну, пришли, правда, трошки вовремя, або, якби, ще. Мы стояли на окраине Углегорска, направлении на Янакиево. У нас было три блокпоста. Ну, и шло наступление, это 29-го числа шло наступление. Получается, 7 часов утра. Ну, все были на боевых позициях и начали нас обстрел смерчем. Вот, каждый получил ранение. Там лежали два с половиной дня. Кто раньше уехал, то позже в госпиталя сразу эвакуировали. Мы стояли в блиндаже, блиндаж попал на мина, и блиндаж просыпался в порошок. Вот у четырех мы остались живы, только сомнениями. У нас на погрузку в 6 часов вечера, у нас зелу, нас погрузили, два тяжелораненых, иначе человек 15 было. Мы уехали в Артемовск, нас вывезли. У нас 29-го числа, как в резерв, отправили в Углегорск на зачистку. Зайшли в Углегорск и начали бой. У нас кривили зраду, миномет, из всего кривили. Потеряли двоих своих браков. Один сразу, а другой в лекарне. То мои брати остались. За них надо отвечать. Все разом были, и разом, как говорят, были в бою, и отримали поранение. Також втратили нашу команду. Командир, говорится, в тимчасово виконующий обовязки командира, мажора. Гарная людина была. Мажор. И непосредственно своего командира, бандита. Вчера похорон был. Да, вчера мы ездили в день его на похорон. То все события, которые происходили буквально два недели назад, или три, они начали происходить, когда пошел наступ. То до этого у нас обеспечения было благодаря всем людям, я скажу спасибо всем людям, которые нас поддерживают. У нас была ежа, они нас одягали, это люди. Потому что от государства мы отримали лишь картошку и тушенку. А все інше нам давали люди. Я вам хочу сказать, что против тяжелой артиллерии, какие бы ни были бункеры, какие бы ни были, видите, даже аэропорт и тот засыпался. Можно, можно стоять, конечно, можно стоять. Но нужно время менять позиции, потому что противник ходит, как так сказать, в розвитку, вивчает территорию и потом наносит удар. А пока мы стояли, так би мовити, в перемирье, эти три-четыре месяца, он досконально вивчив наши позиции и все. Сьогодний день у нас приблизно 212 хворих на стационарном лечении в госпитале. Вчера мы приняли 43 поранених из Харківского военно-госпиталя. Там 12 наших бейцов 13-го батальона, но все інши тоже наши, украинцы и близкие нам. Это и 25-й батальон, это и нацгвардия имени Кульчицкого, это и другие бригади 92-го, 81-й повитряно-десантный полк и так далее. Очень много военнослужащих, потому что наши чернигивцы призываются в разные части страны Украины, не только в наши местные, 13-й, 41-й и 1-го гвардейской бригады. Найбільше распространено осколочное поранение, как всегда, это осколковые переломы, осколковые поранения мягких тканин, плюс сопровождены черепно-мозковые травмы, струкновенного мозга, контузии ризного вида. И, кроме этого, терапевтические заболевания, ограничения пневмонии, бронхиты, ограничения хронических заболеваний, которые есть у каждой человек по сердцево-судинной системе, легеням и шлунково-кишковому тракту, язвы, гастриты и так далее. У всех в большей или меньшей ступени выражен післятравматичный синдром, то есть снижение настроя, або, наоборот, гиперактивность, которая переходит в депрессию и так далее. Мы все это отчетируем, с нашими психологами, волонтерами и так далее. Тем более, при обстежении появляется много новых фактов. Например, один из них мав закрытую черепноскову травму, но ступень ее на этапе до конца была неясна, потому что он себя чувствовал нормально и в автобусе проехался. Мы сделали ему компьютер, мы всех обстежили. Виявилось, что был перелом кистки черепа и субдуральная гематома. Мы его отдали сразу на этап социализированої медичної допомоги в нейрохирургии. Стан сейчас нормальный, средней тяжкости, звичайно, но гирше ему не стало. Забезпечения достатнє, все у нас есть. Чего нет, у нас дякувати волонтерам, небайдужим жителям, депутатам и всем-всим-всим чернигвцям. И не только. У нас тысяча дзвенків, если чего-то не хватает, мы сразу же телефонуем и сразу же нам все доставляют. Мы были у губернатора позавчора, когда первый автобус отправлялся. Мы можем прийняти, кроме тех, которые вчера наслили 43, еще 150 поранених. Тем более, следует враховывать, что это динамичная цифра. То есть, мы не поклали их на весь останний час. Частина из них виписывается, часть из них одужала, иди у отпуск за станом хвороби, часть переводится на другие этапы лекового. И эти места звольняются, и на месте их мы можем еще новых и новых принять. Так, мы можем принять до 400 стационарных хворих на эти площадки. Мы сейчас ни в чем не нуждаемся. Все, в чем мы нуждаемся, мы додатково просим наших депутатов, спонсоров, волонтеров. Они помогают. Но все это разовое, что, ну, додатково, просто возникает разовая необъеденность. Стратегичные, основные все фонды у нас все есть. Мы очень бережливо весь час исцеления госпиталя накопичивали и расходовали. Потому что все есть. Харчевание у нас пяти разовое, где виверенный рацион по белкам, жирах, гуглеводням. Там всего хватает. Я каждого питаю, каждый раз, как проходят у хлопцев, еда нормальная, все хватает, все есть. Они все не съедают. У нас, ну, не знаю, по областям, мы последний раз, когда собрались в облраде, такого харчевания немало, навіть в гостелі инвалидов Великой Вечняной войны. Это 100%. Это...